Я не знаю, батюшка, вы слышали несколько скуплений отца Дмитрия Смирнова? Плетайте и... Ну, говорите! Я хочу сказать о Дмитрии Смирнове. Он говорит, подходит ко мне бабушка. И говорит, батюшка, можно задать вопрос? Я говорю, давай. Иногда, говорит, такой вопрос зададут, что не знаю, что есть сказать. Дмитрий Смирнов. Он правый рукав патриарха по силовым ведомствам. Ну и говори, батюшка, я когда еду в храм-то, я голосую. Ну и что? Так вот, если мусульманин едет, он меня берет и довозит до храма. Я деньги даю, он не берет. Как с матери деньги брать, тем более ты молишься. А если православный едет, шопер, он возьмет деньги обязательно. И тогда отец Дмитрий говорит, будущее за мусульманами. А они имеют совесть. Ты бы православный бабушку эту повез, заплатил за нее, сумки занес ей на этажный где-то. Мусульманин это знает, а наши не знают. И поэтому будущее здесь будут жить, говорит, не эти люди-то. Вот они крещеные наши называются, а они не знают чувства милосердия, сострадания. Это он говорит в храме в Москве. Наверное, он знает эти развалины. Нам не надо спорить с этим Дмитрием. Он говорит правду. Я только одно не договариваю, говорит, отец Дмитрий не договаривает, что такими сделал ты их сам, что ты их не учил. Вот это ему надо было сказать в конце. А мусульмане каждый день учат и долбят. Вот она пришла такая, а он видит, она одетая, сестра, надень хиджаб по форме. Надень хиджаб. Ну, жарко. Надень, сестра, хиджаб. Ты мусульманка. Ты приняла вместе с мусульманством всю форму. Надень. Ну, вот так на меня смотрит сестра. Надень хиджаб. Один имам говорит, шеш говорит, мула говорит. И она одетая. У нас ни один не скажет. Она придет, как с пляжа сбежала. Ну, вот и все. Это говорит в центре Москвы, в храме православных священников. Будущее, говорит, за ними, а не за нами. Наши ничего не хотят делать. Вот выходит и говорят, 120 тысяч мусульман вышли, совершают намаз. Не 120, полтора миллиона вышло. Да где вы видели 120 тысяч мужиков русских? Одни бабы стоят. Не женщины, а бабы. Так он и говорит. Слышал, видел это? Да. Вот так. Это он, говорит, священник, правая рука патриарха Кирилла. Он обстановку очень хорошо знает. Но не договаривает, что такими их взял ты. Вот знаете, слепорожденный когда исцелился, а фарисеи говорят, проклят народ, все он невежда в законе. Так вы его сделали невеждой. Баптисты не скажут, что у них невежесть. Адвентисты учат. Почему же вы не учите? Мы на своих прихожан крестовозвижных общинам, мы не можем сказать невеждой. Мы все время преподаем. И все равно они мало знают. Но мы все время учим. На каждом богослужении у нас считаются две проповеди Златоуста. А до этого было, я говорил, на каждой богослужении по две проповеди. Конечно, что-то останется. Он с тобой займет. Он ты поймет. Он понимает. Что-то я знаю, что в храме Христоспасителя там рамка спеет. Это должно вообще-то быть, ну, там, проверять пистолеты. Ну, что-то там. Правда, стоит. Правда, сейчас пачкает. А где? Застал спаситель. Не знаю. Я такие вопросы в Библии, нет, это я не знаю просто. Не встречал и не знаю, о чем я буду говорить. Мне легче сказать, не знаю, чем придумывать. Я не встречался, не знаю. Матушка, домой. Все. Завтра мы даже уедем Михаила Антонимовна. Хорошо. Ну, что в аточеке? Сейчас мы картошки карим.